в США в 15.30. Завтра уже будут данные по всей инфляции. Сегодня инфляция в промышленности. И начинаем мы наш с вами разговор с парой евро-доллар. Вчера мы говорили о том, что у нас будет сначала снижение котировок, а потом рост. И в таком формате у нас рынок отбегался. И максимум у нас сегодня в Азию был 1.1769. И говорили вчера 17.80. Немного не дошли до этого максимума. Я думаю, что дойдем сегодня мы. И пару надо покупать. Если вы еще ее купили вчера, то здесь содержать. Если не покупали, то можно купить прямо сейчас. 17.25 с целью 17.80. Почему сегодня пара может расти? Я бы выделил две хорошие причины для пары евро-доллар. Первая это то, что растут цены на нефть. И вчера мы тоже об этом говорили, что новости будут хорошие по Америке. И бренды WTI пойдут. И день вчера хорошо закрыли. И по бренду по WTI сегодня обновили уже сейчас вчерашние максимумы. И максимумы июля месяца. В июле было 52.88 по бренду. Сейчас 52.90. Это кущая котировка. И здесь получается у нас максимум уже за два месяца обновлено по бренду. И тенденция усиливается к росту. У нас трендовые DX и на дневках, и на четырех часовках, и на часовках. То есть по нефти сейчас очень хороший сигнал. И сегодня, на мой взгляд, необходимо покупать и евро, доллар и нефть. И там, и там я ожидаю роста. По евро-доллару 17.80. А по нефти 53.70. Вот эта область, о которой говорили еще в понедельник, она по-прежнему актуальна. И вот мы уже к этой области приближаемся. Тут осталось 80 центов дойти до нее. И сегодня, завтра вполне можем туда сходить. И почему у нас нефть растет? Потому что запасы сырой нефти падают в Америке. Здесь вот график представлен. Данные с начала года. И если в левой части графика мы видим, на что запасы росли, там в январе, феврале, то потом уже в марте был пик в этом году, и запасы начали падать. И падение продолжается до сих пор. Сейчас находятся запасы на минимальном уровне по текущему 2017 году. И в целом сейчас на минимуме за 10 месяцев. Если в ближайшее время запасы упадут еще на 5 миллионов баррелей, то это уже будет минимум за полтора года по запасам нефти в США. В принципе, такая область может быть сформирована, потому что летом всегда высокий спрос на нефть, на нефтепродукты и в Америке, и в Европе, и в России, и в других странах. Это такой вот сезонный фактор, и он заканчивается вот в начале сентября. Поэтому еще у нас, грубо говоря, тут 3 недели есть, чтобы увидеть такие очень хорошие данные. Поэтому нефть движется вверх, а для доллара это плохое событие, потому что нефть и доллары двигаются в разных направлениях. И что еще хорошего сегодня я бы отметил, это то, что спред Германии-США и Германии-Великобритании растет по чуть-чуть. Германия-США так более скромна, Германия-Великобритания посильнее, поэтому на рынке облигаций тоже оптимизма в отношении европейских активов. И поэтому здесь, на мой взгляд, пары еще сходят вверх сегодня. Что у нас по технике? По технике у нас получается картинка такая флетовая, и здесь мы стоим во флете, но вчера вот у нас была такая свечка разворотная на дневном графике, но она должна подтвердиться, подтвердиться сегодня. То есть сигнал такой вот разворотный получили, но без подтверждения. Дневная свечка с длинной тенью вниз и закрытие выше, чем открытие. Если сегодня будет подтверждение, то есть закроется день сегодня выше вчерашнего закрытия, то это уже хорошая будет разворотная модель по свечному анализу. Но об этом будет понятно только сегодня, по за стью дня. Пока еще эта свечка, она не является разворотной, она только лишь нам показывает возможный взворот. Поэтому локально я смотрю вверх к 17.80. Если день закроется вот на этом уровне, как раз 17.80, то как раз у нас будет или там 17.70, и будет как раз разворотная модель по свечному анализу, и завтра можно будет также еще раз пару покупать. Поэтому пока смотрю локально к 17.80, там надо будет дальше еще раз посмотреть. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. А мы пока рассмотрим нашу следующую валютную пару. Это пара фунт-доллар. Мы о ней говорили вчера, Джене, а потом о росте на новостях по нефти. И так у нас и было. Новости по нефти вышли, пара пошла вверх. Сейчас пара снижается. И здесь, на мой взгляд, снижение еще будет продолжаться в течение часа-полутора, потому что есть и сигналы по технике вниз, и по фундаменту. По технике сейчас очень трендовый ADX на часовках 41,7. ADX выше 40, это очень сильный тренд. Сейчас, как раз, сильный тренд. Это, получается, сигнал на продажу. Что еще может быть интересного из новостей сегодня, через час, уже менее, чем через час, новости по промпроизводству в Великобритании. И если исходить из индекса PMI, который по промышленности считает маркет, то у нас, получается, сегодня могут быть плохие данные. Этот индекс показывает, так скажем, настроение в секторе промышленности, хорошие или плохие. И вот в правой части графика мы видим, что индекс падает. Индекс падает, и таким образом получается, что сегодня мы хороших данных, судя по всему, не увидим. Если нам агентство маркет, которое посчитало этот индекс, оно нас не обмануло. И здесь, таким образом, у нас, получается, также могут быть плохие новости. Но вот сильного сегодня падения я по этой валютной паре не жду. Я думаю, что она может упасть от текущих уровней пунктов на C3, то есть к 29.30, и там остановиться. Почему сильного падения жду? Потому что нефть растет, и для доллара это плохо, и хорошо для его конкурентов, для фунта, для евро, там, и для других валют. Поэтому здесь я смотрю сначала вниз, к 29.30, затем уже стабилизацию. Поэтому здесь вот можно пару продавать. Кстати, от не текущих уровней, 29.63, а чуть повыше, у нас есть граница по болиджеру 29.71 на часовом графике. Это нижняя граница. Мы сейчас вышли за пределы этой нижней границы. Вот здесь на 29.71 продать, и 29.30 позицию закрыть. Я думаю, что в течение 2-3 часов пара будет находиться за пределами диапазона, после этого рынок стабилизируется. То есть по фунту и по технике фундаменту позиция на продажу с целью 29.30. Какой еще интересный сегодня сигнал кросс-курса еврофунта? Тоже интересный для меня, потому что получается, у нас может быть разноправленная тенденция. Это рост евро и падение фунта. Соответственно, получается, кросс-курс еврофунт может пойти вверх. И рынок облигаций, действительно, этих бумаг Германии и Великобритании, как раз показывает именно, что движение может быть вверх. Поэтому вот в этом кросс-курсе еврофунт, текущая котировка 0.90.43. Здесь можно открывать позиции на покупку. И ставить их профит на отметку 0.90.70. У нас в этом кросс-курсе стоимость пункта больше, чем по евро-доллар и по фунт-доллар. Там полтора. Таким образом, здесь получается заработок в полтора раза больше на один пункт, чем в евро-доллар и фунт-доллар. Так, повторите по евро. По евро, Петр, я ожидаю роста котировок. Можно покупать текущий 18.25 с целью 1.17.80. Рост, в первую очередь, связываю с восходящим трендом по нефти. Когда нефть растет, для американского доллара это плохо. Причем сейчас не просто растет нефть. Сейчас растут и в целом товарные активы, товарный рынок. Посмотрите на золото вверх. Мы вот на этой неделе говорили о том, что хороший уровень для покупки средней по боллинжеру с целью 1.270. И вот прям буквально немножко не дошли до этой средней. Там буквально 2 доллара дошли до средней и пошли вверх. И 1.270 сделали. То есть направление было верно определено. Вот было просто среднюю не коснулись. Рынок решил раньше развернуться, раньше средней. Я думал, что все-таки среднюю протестируют по боллинжеру на дневках. И от нее отбьется вверх. И вот немножко раньше рынок развернулся. Такое тоже бывает. И значит золото вверх. Другие товары идут вверх. Другие металлы плюс нефть идет вверх. И таким образом здесь получается такая хорошая тенденция глобальная. И здесь соответственно для... Доллар это плохо, потому что торгуется против нефти, золота и других товаров. А сейчас товары идут вверх и для доллара это плохо. Вот здесь такая тенденция по евро. Теперь поговорим о паре доллар-гена. Здесь сигналы такие получаются противоречивые. Есть сигналы хорошие, есть сигналы плохие. По технике у нас здесь флэт получается на часовых, четырех часовках и на дневках EDX смотрит вниз. 38. По фундаменту у нас получается, что сегодня может быть хороший рост на американском фондовом рынке. Сегодня отчитываются компании технологичного сектора. Nvidia, такая знаменитая компания, сегодня публикует отчет. И уже рынок настраивается на хороший отчет. И акциями CFD на акции Nvidia есть у нас в терминале MedTrader 4. И здесь получается, если американский фондовый рынок правильно среагирует на эти отчеты, пойдет вверх. Но для пары это хорошо. А что плохо, то что проект США и Японии снижается. Поэтому, поскольку тут и по технике флэт на часовых, четырех часовках, я бы в этой валютной паре не торговал бы. Может быть и вверх пойдет, может быть и вниз. Пока вот таких сильных однозначных сигналов вроде нет по этой валютной паре. В целом, в большей степени я склоняюсь к росту. За счет именно фондового рынка. Но, может, этого роста и не будет. То есть, я смотрю так вверх, но не уверен, что этот рост состоится. Сигнал не такой сильный. Но здесь я бы эту валютную пару не брал. Какие сегодня еще интересные инструменты для торговли? Я бы обратил Ваше внимание на CFD на акции двух нефтяных компаний. Это вызвано к росту цен на нефть очень хорошим. То есть, помимо того, что можно торговать нефтью бренд WTI на покупку, можно также еще и поторговать CFD на нефтяные компании, которые также прямо с нефтью торгуются, прямо коллерируют и сильно от нее зависят. И я бы обратил Ваше внимание на две компании. Это ExxonMobil в Америке. Это очень большая, крупная, хорошая компания. Работает с прибылью. Хорошее руководство у нее. И здесь можно также открывать покупки по этой компании. И также побообразил Ваше внимание на российскую компанию «Газпромнефть» CFD. И на ExxonMobil, на «Газпромнефть» есть в нашем терминале «Меттрейдер-4», если кто не знает. И чем интересна «Газпромнефть»? Помимо того, что нефть у нас растет, это хорошо для нефтяных компаний, сегодня еще отчет «Газпромнефти» за второй квартал. И в целом за первое полугодие этого года. Отчет будет через несколько часов опубликован. И я думаю, что отчет будет хороший. Почему? Потому что уже были предварительные данные. Предварительные данные – это операционные данные. Сколько компания добыла нефти, сколько продала, что на правках происходит. У нее большая сеть автозаправок в России. И операционные данные я поглядел. Они были очень хорошие. И у меня у самого есть акции «Газпромнефть». И я тоже потихонечку наращиваю их объем. И сегодня я ожидаю роста котировок. И, соответственно, на этом тоже можно заработать. То есть, например, в качестве альтернативы пары доллар-японская иена, которая у нас сильно коррелирует с фондами рынка. Сегодня можно посмотреть на бумаги нефтяных компаний. Плюс еще сам по себе NVIDIA – это компания, которая сегодня опубликует отчет. И ее также сегодня можно торговать, потому что рынок ожидает очень хорошего отчета. И эти ожидания оправданы. И компания очень хорошо работает. Вот такие взгляды на сегодня. Какой сегодня еще интересный инструмент для торговли? На мой взгляд, пара доллара – американский, доллар, канадский. Вчера говорили об уровне 27.13. Его сделали. И, на мой взгляд, разворот уже очень-очень близко. Сейчас котировка 27.28. Если вчера продавали, надо позицию держать. Если не продавали, то прямо можно сейчас продать. Сейчас котировки стоят на верхней границе по Боллинджерсовиках. Я думаю, что это все уже где-то в предел. И пара начнет падать. И, соответственно, ее надо продавать с целью 6.50. Это минимум 8 августа. Тоже хороший домен для торговли. И S&P 500, который пока стоит плюс-минус на месте. 2.470. Я думаю, здесь надо покупать и закрывать позицию на верхней по Боллинджеру на дневном графике 2.488. Как будто ее сделает, потом, я думаю, пойдет на 2.500. Поэтому вот две такие цели. 2.488, 2.500 по S&P. Здесь тоже, на мой взгляд, можно покупать. Так. Боллинджер вы используете. Алексей, я дарю вас вопрос. Значит, для часового графика 24, потому что в сутках 24 часа, чтобы посмотреть диапазон такой суточный. Для 4-часовых не использую. Использую для днева к 21, потому что обычно в месяц 21 торговый день. Можно 20 использовать, можно 21. Тут разница, пару пунктов всего. Кто-то использует 20. Я его 21 беру, потому что все же больше такой 21. У нас где-то 20-22 дня в течение месяца. И я вот взял средние 21. И использую недельки, чтобы посмотреть такой более долгосрочный диапазон, такую более длительную картину. Это 13 недель в квартале. Чтобы посмотреть вот на такую квартальную, полугодовую тенденцию, где у нас такие могут быть области. Вот такие параметры. Что касается вашего вопроса по рубль, приглашаю вас сегодня на вебинар в 18 часов по Москве. Вебинар по российскому рублю, по российской экономике. Будет у нас такой обширный вебинар. Сейчас говорить ничего не буду, потому что тогда никто не придет на вебинар. Тогда я буду один в гордом одиночестве. Я все-таки надеюсь, что вы придете на сегодняшний вебинар. И мы с вами сможем пообщаться, подискутировать на тему рубля и экономики. Поэтому сегодня будет такой вебинар. Тема очень интересная и важная для всех, кто живет в России, связан с Россией, приезжает в Россию по делам, там, родственникам и так далее. И сегодня мы рассмотрим вопрос, как влияют санкции на экономику, на рубль, что будет с рублем в ближайшее время, и что у нас будет делать с тормоза России. Многие люди берут кредиты, потребительские автокредиты, ипотечные кредиты. И от действия странного банка зависит ставка по кредитам. Будет у нас снижаться или будет раз. Сегодня мы эти вопросы тоже разберем. То есть вот такой вот вебинар мы сегодня рассмотрим. Мы также поговорим о том, в какой валюте лучше открывать депозит. У нас в компании FreshFrox есть три валюты для открытия депозита. Это получается доллар, американский рубль, российский евро. И вот сегодня также поговорим об этом, в какой валюте лучше открыть торговый депозит. Так, DAX, Виктор, благодарю вас за вопрос. Вы знаете, я бы DAX сегодня не торговал. В последние неделю, полторы-две, мы говорим о том, что DAX действительно такую картинку хорошую показывает. Поэтому я бы вот брал не DAX, а S&P 500. Об этом говорил раньше и сегодня также придерживаюсь этого мнения. На мой взгляд, более сильная трендовая картинка, если брать, сравнивать фондовые индексы. Это вот именно по S&P 500, чем по DAX, допустим, и чем по другим индексам. Поэтому я бы лучше торговал ее. То есть более сильный сигнал. И также вот, допустим, хорошие сигналы по, как я уже сказал, NVIDIA компания, плюс ExxonMobil нефть, Gazprom нефть тоже с нефтью, плюс сегодня отчет. Вот эти инструменты, они более такие сильные. А DAX тут как-то вот не совсем хорошая картинка, уже недели три, наверное. Поэтому я бы DAX не брал. Брал бы вот что-нибудь более такое сильное, более интересное. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Продолжение следует...